...по телефону. Это рядовые будни женщин-диспетчеров, которые несут службу в департаменте ПЧС. Их никто не видит, но все спасательные операции в их руках. От их оперативности порой зависит жизнь людей. С карагандинскими связистками в погонах встретилась Марина Золотарева. В центральном пункте пожарной связи коллектив сугубо женский. Именно эти симпатичные дамы первыми узнают обо всех происшествиях в городе. Они принимают звонки от пострадавших, успокаивают попавших в беду, отправляют к ним помощь. На каждый вид чрезвычайного происшествия существует свой алгоритм действий. Звонки поступают разные. У людей тревога, конечно, паника. Пытаемся их успокоить, чтобы принять правильный, самое главное, адрес, куда направить подразделение и конкретно сколько нужно машин. Женщинам нужно сохранять хладнокровие. Они первыми оказывают помощь, объясняя, как действовать в случае ЧП. Смена длится сутки. И каждый раз чужая беда совсем близко. Она по ту сторону телефона. Конечно, эмоциональное напряжение дает о себе знать. У нас есть центр психологической подготовки, который находится в спецотряде. То есть нас туда приглашают. Мы психологическую разгрузку там получаем. Ну, опять же, сплоченность коллектива очень хорошо помогает. Спокойствие в городе длилось недолго. Вот уже очередной вызов. У кого-то пожар. Диспетчеры тут же отправляют туда огнеборцев. Эти женщины – бойцы невидимого фронта. Их никто не видит, однако все спасательные операции в их надежных руках. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Осета Саинов, Караганда.